Большой-пребольшой привет! Сегодня праздник, 1 мая. Всех поздравляю с Днём Труда. Я пришла на Дворцовую. Тут так много народу. Кто-то поёт. Тут отовсюду, пока идёшь по Невскому, кто-то поёт. Пришла прогуляться. Кажется, что сегодня тепло. На самом деле нет шарфика. Очень рада, что его взяла. Думала, брать, не брать. И курточка с капюшоном, потому что буду возвращаться поздно. Мой муж уехал к маме в другой город. Ну, под город Псковская область. Уехал с моей тётей. Слава богу, я теперь избавлена от этих мероприятий. Мне больше ездить туда не обязательно. Обычно муж долго-долго меня уговаривал, упрашивал. И мне приходилось соглашаться. А сейчас... Сейчас не нужно. Чему я очень рада. Пишет мне в WhatsApp всё время. Скучает. А мне кажется, тут намного лучше, чем в какой-то... Хотела сказать. Ну, туда не пойду. Там концерт. На солнышке тепло, если стоять вот так. А зайдёшь в тенёк уже, прохладно. Сейчас ещё немножко с вами пройдёмся. У меня здесь недалеко заказан столик. Моё сердце остановилось. Смотрела на днях видео одной девушки. Оно называлось «Антитренды в обуви весенне-летней». И вот она записала в «Антитренды» балетки. У меня, кстати, нет балеток. Я думала, может быть, что-то такое приобрести, как, знаете, как туфельки без каблука. И она показала очень интересные альтернативы балеткам. И мне понравились. А потом она такая говорит, типа «Макосины». Макосины — это тоже «Антитренд». Как дома, да? Дома, да. Я вспомнила, что что-то я их действительно давно так не ношу. Взяла и надела. Я про них забыла. И так вышло, что мне абсолютно сегодня было нечего надеть. Ну, в том, что можно было, я очень сильно натерла ноги. Кроссовки мне сегодня не подходят. Остановилась. Фоткались с такими товарищами. Я вчера посмотрела «Игру престолов», третью серию. Понравилась очень, под большим впечатлением. Я теперь знаю, чем закончилась вот эта первая битва с мертвецами ожившими. Очень понравилась. Прям, ух, огонь. Вообще, даже думаю о том, чтобы пересмотреть хотя бы несколько шестой-седьмой сезон. С первого не осилю. Слишком... Слишком долго. Хотя сериал интересный. Можно и посмотреть. Мне муж прислал опять по ватсапу какие-то лица такие унылые. Это классно. С утра не приезжала. У нас какое-то шествие было в одиннадцать. Вот знаете, я опасаюсь таких товарищей. Ну, можно остаться без телефона. Несмотря на центр. Всё. Пора идти. Я решила себя сегодня в честь праздника сводить в ресторан. Напоить чуть-чуть. Сейчас посмотрим, как пойдёт. И здесь очень удобно. Можно ходить вот так. Пусть все думают, что я откуда-то приехала. Пусть все думает, что я оказался разождаем. на крыше вон бегут ребята они только что разлили на невский огнетушитель вон там пена белая видимо в честь праздника удобнее здесь идти я делала себе еще один подарок привела себя в театр здесь ремонт идет масштабный я разжилась бокальчиком и вот здесь что-то ремонтируют и 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 О, ну и тогда понятно. Не, а вы чего привели с собой проститутку? Я же просила. Не надо никого с собой приводить. Это ресторан моих родителей. Тем более проститутку. Э, твой последний, ковостяк. И ведь из макия. Это мальчишки. Какой мальчишки? Без проститутки. Твою же не просила приводить с собой проститутку. Тем более в ресторанных родителей. Перестань, мальчишки. Везде есть место для любви. Тем более в вегетарианском ресторане. Парни, мне хочется мяса. Я предлагаю съесть эту бесполезную проститутку. А что ведёте на большой сковороде? Не бойся, детка. Я тебя воперегитал. Ты фантуей защита. Кто не в состоянии защитить нас от любви моя прекрасная Гульбакар? Кто что? Это другая фраза из фильма, который я сегодня смотрела. Случайно плыла в моей голове. Да для чего вы привели с собой проститутку? Я же просилась. Не надо никого с собой приводить. Пусть она уходит. Ну, чтобы любить, Макс. Чтобы съесть. Ты не живой, брат. Да вот он проклят. Твой извращенский вегетарианский ресторан. И не смеешься говорить о моих родителях? Да, говорю мне о твоих родителях. Я говорю о ресторане. Это одно и то же. Ни один нормальный человек не станет отказываться от мяса. Это делают только придурки и извращенцы. Не, мои родители, они не придурки и не извращенцы. Тогда почему они не едят нату, Макс? Да потому что они вегетарианские. Да вот это вот одно и то же. Да вот как тебя зовут, Роза? Меня зовут Роза. Нет, как твое настоящее имя. Хотя, когда ты не проститутка, то как тебя зовут? Меня всегда зовут Роза. Да тебя! Сюда же какая-то не проститутка, сюда же Роза, как сейчас. Я всегда, Роза. Это странно. Никто не в состоянии защитить нас от любимая, прекрасная пульбака. Да ты же, ребята, я отзываюсь. Сколько вам не стоит срок. Вы же знаете, сколько я стоит? 50 евро с человека в час. Кстати, я здесь уже три часа, я скоро пора домой. Чего ты так дешево себя ценишь, Роза? Вы хотите заплатить мне больше? Пожалуйста, я не против. Да я хотите финансовый вопрос носить. Почему ты так дешево себя ценишь, Роза? Никто не в состоянии защитить нас от любимая, прекрасная пульбака. Мой вопрос, Роза. Почему ты так дешево себя ценишь? Сколько я могу сказать, я с меня больше, чем я могу? Поэтому мне нужно заснуться, господин судья. Ну, сёстры, я пойду, пойду и посмотрю этот фильм. Пока к ним этот фестиваль еще не закончился. Ты пойдешь в кино, Габриэль! Я уже в кино. Любовь к святому — это та же самая любовь, что любовь к материк-сыну. Та же самая, что любовь к манак-алтошму. Это все, та же самая любовь. Любить пончики с маком — это то же самое, что любить своего ближнего. Любовь к сладкому — это то же самое, что любовь к Богу. Любить жареное мясо. Любить Иисуса — это одно и то, что главное. Главное — любить. Я тоже так думаю точно так же, как и вы. Нет, 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 это не я, это не я так думаю, не я. А мой брат, мой брат священник, я постоянно слушаю все эти его рассказывают о том, что мы есть любовь. Ну то есть есть любовь, он есть любовь, а не наш и мать-то, они тоже есть любовь, но это не я, это мой брат, он католический священник, он так говорит. Я верю Бога. Бог, Бог есть любовь, и слон есть любовь, и тот есть любовь, крысы есть любовь, и бедланды есть любовь, и проститутка есть, все, все есть любовь, мой брат так говорит. Чего ты несешь всякую чушь, Гаврия? Твой брат не мог такого сказать. Я знаю священникам, они вообще так не говорят, что слон есть любовь. Нет, этот священник так не скажет. Мой брат, мой брат, мой брат, мой брат, он так говорит, это странно. Мне кажется, что он все придумал, чтобы покрасоваться перед нами, не мог твой брат сказать подобную чушь. А если мы здесь, мы позвоним и спросим у него? Да! Не надо никому звонить! Да! А мы позвоним! Да я хочу позвонить! 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 Заня, я звоню! Солды говорит, в чужой! Тихо, тихо, тихо! Мой брат, мой личный, священник, говорит, суки, тихо, тихо, все есть любовь, абсолютно все, кастрюле есть любовь, ножи, не голуби, какашки и личные, переводчины, иисус Ангелы, тихо, 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 тихо. Это мой брат! Это мой брат! Он, конечно, не священник! Габриэль, направо! Направо! Чтоб стало мимо этого, Габриэль, нет никакого брата. Мой брат говорит, мы должны услышать шопан Господа в своём сердце. Каждый, каждый из нас должен услышать шопан Господа в своём сердце. Мой брат говорит... У тебя нет никакого брата, Габриэль, что ты несёшь? Ты должен услышать шопан Господа в своём сердце. Мой брат, мой брат, он тебе просил передать. Идиот! Да я знаю, о чём он говорит. Он не идиот. Я слышу шопан Господа в своём сердце. Ну и всегда, конечно, иногда бывает, что я слышу. Ты проститутка! Ты не можешь так говорить. А я слышу! Я слышу! Всем честное слово! Я иногда слышу шопан Господа в моём сердце. Почему проститутки всегда так религиозные? Ха-ха-ха! Мой брат, мой брат, мой брат. Мой брат, мой брат. Мой брат, мой брат. Мой брат, мой брат. Могу остаться. Мой брат. Мне кажется, у тебя есть разрези. Да. Нет. Моя брат. Очень весело. Спасибо. 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 Спасибо.